В правительстве Ставрополя прошло необычное заседание. Совещались представители СМИ, их директора и главные редакторы. Такая встреча с губернатором края Владимиром Владимировым прошла впервые. Идея проведения возникла в день рождения краевых СМИ. И после этого заседания было принято решение сделать встречи традиционными. Как подчеркнул губернатор Ставрополя, журналистика в жизни государства, мира, а главное родного края, играет одну из главных ролей. У нас буквально недавно закончился Русский Православный Собор. Третий мы проводили в этом году. И кто был на пленатке, вот в полукругом сидели те, кто сидели в президиуме. И с левой стороны, если из зала смотреть, с левой стороны сидел неприметный человек, казалось бы, который с откровенной любовью говорил о России и с основательной позиции говорил о недостатках, которые существуют в мире. Это ваш коллега, я позволю себе зачитать, потому что я все равно и тяжело в жилетах ездил. Сегодня этого человека за свою принципиальную позицию в Эстонии на три часа задерживают, потом отпускают, делают из этого какой-то триллер в ваших головах, в ваших, я люблю говорить, в перевых, в мучках или просто в ваших мыслях. Это то, что потом люди воспринимают. И вот этот показатель с Джульетта Кезе, это говорит только о вашей значимости. Первое, что обсудили, какие темы в следующем году станут наиболее освещаемыми. Это программа импорт-замещения и 70-летие победы в Великой Отечественной войне. На второе Владимиров попросил СМИ обратить особое внимание. Как он выразился, на каком бы высоком уровне не прошло мероприятие, если о нем недостаточно рассказано, все впечатление о нем полностью стирается. Кроме того, в следующем году, возможно, полностью изменится концепция многих изданий. Кровые СМИ все больше будут захватывать интернет-пространство. На сегодняшний день, по статистике, всемирная паутина занимает первое место среди всех других источников информации. Эту площадку, конечно, терять нельзя. Вы все в ней развиваетесь. Я со многими, наверное, познакомился именно в интернете уже. Это надо уже. Смотрю. Очень мне нравится. Особенно мессенджи, связанные с тем, о чем мы сразу договорились, что нужно любить Ставрополь. Это, конечно же, самая главная наша задача. Поэтому не теряйте этого и развивайте эту платформу. Краевые масс-медиа тоже говорили о важной социальной ответственности перед обществом, обязательствах перед зрителями, читателями и слушателями. Но особенно остро коснулись проблем, которые могут возникнуть в следующем году у регионального телевидения. Кроме того, что ожидается закрытие аналогового телевещания в нашем крае, в трудной ситуации окажутся местные компании, которые попадут под закон, который может вступить в силу с 1 января. Его положение запретит транслировать рекламу на платных телеканалах. Сейчас хочу, так сказать, обратиться, что только все вместе, при помощи наших депутатов, при помощи губернатора, мы сможем продавить ситуацию, чтобы региональное телевидение, на нем осталась реклама, на тех каналах, которые, надеюсь, будут тогда иметь место в жизни. Только на государственной поддержке ни одно телевидение в мире не существует и не может существовать. А свободной журналистики и о, так сказать, истории великой журналистики можно будет тогда забыть. За это надо будет драться. Владимир Владимиров не оставил без внимания этот вопрос и подчеркнул, что местным телеканалом в нашем регионе быть и в ближайшее время краевыми властями совместно со средствами массовой информации будут найдены возможные пути решения. Ирина Милованова и Иван Датсунов, АТВ Ставрополь.